Меньше месяца до нового года в течение этой недели, как и предыдущие, министерство подводит итоги 2020 у нас в прямом эфире. Сегодня говорим об урожае, поддержке аграриев, экспорте и развитии сельских территорий с министром сельского хозяйства Ставропольского окрая Владимир Ситников, скайп-гость студии. Владимир Николаевич, добрый вечер, я вас приветствую в прямом эфире. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Итак, первый вопрос, каковы главные итоги года в сельском хозяйстве края? Да, итоги следующие. Действительно, мы уже начали подводить итоги, как и все наши коллеги. Сегодня активно работаем с банками, сегодня работаем с сельхозпредприятиями крестьянско-фермерскими хозяйствами. Мы сегодня занимаемся уже экономическим анализом наших итогов. Если говорить об абсолютных цифрах, то они следующие. Мы собрали 5,6 миллионов тонн продукции в растеневодстве. У нас большие потери. Вы знаете, что мы со всеми катаклизмами природы, которые были, мы в этом году столкнулись. Это и заморозки, и почвенная засуха, и воздушная засуха. Поэтому, одним словом, досталось и досталось крепко. Мы потеряли, не добрали урожая по отношению к прошлому году на 37%. Это очень серьезные потери и серьезное падение. В целом могу сказать, что все это произошло не по вине наших тружеников, не по вине наших технологов, а наоборот, я бы сказал, что наши технологи, руководители сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, они великолепно справились с задачами и великолепно справились с вызовами природы, с которыми столкнулись в этом году. Поэтому результат, который есть, я считаю абсолютно его достойным с точки зрения наших вклада тружеников села и, соответственно, полученного результата. Поэтому, в целом, ситуация в отрасли стабильная, говорить о потерях – да, но сегодня есть понятие мер государственной поддержки. И сегодня, как никогда, меры государственной поддержки оказались ключевым звеном стабилизации экономического положения наших предприятий. Очень ярко и активно сегодня проявили в себе страховые компании. Впервые за многие годы мы в отрасли видим беспрецедентные выплаты страхового возмещения. В цифре абсолютно это полтора миллиарда рублей. Такого никогда не было. Плюс 340 миллионов мы получили от правительства Российской Федерации по ЧАЭС, по факту введения ЧАЭС. И того, в пределах 2 миллиарда рублей только по страховых выплат получили наши сельхозпредприятия. Также хотел бы отметить работу наших банков в части государственной поддержки. Потому что на сегодня это, я бы сказал, ключевое звено в целом поддержки государства – это льготное кредитование. Поэтому мы сохранили инвестиционную привлекательность и здорово поддержали наших аграриев банковской системы. Ключевые игроки здесь – Ростельхозбанк, Банк ВТБ и Сбербанк. Владимир Николаевич, мы говорим о 2020-м. Скажите, пожалуйста, в плане поддержки финансовой со стороны края, чего ждать в 2021-м аграрии? Говоря о поддержке, в целом бюджет отрасли составляет 5,6 миллиардов рублей. Из них 1,2 миллиарда – это именно краевые направления. Поэтому ежегодно мы, краевая сумма в поддержке по поручению губернатора, она не уменьшается у нас. А наоборот, сегодня дается точное поручение губернатора, вводятся новые меры государственной поддержки. Вот сегодня, допустим, в этом году, в 2020-м, когда мы попали в сложную ситуацию аграрии края, губернатор края и правительство молниеносно отреагировали на, скажем так, просьбы наших селян. У нас были заморозки по садам, мы потеряли 50% урожая в садоводстве. Губернаторам была выделена сумма в размере 80 миллионов рублей на компенсацию уходных работ по нашим садоводам. Это великолепная поддержка, в пределах 50% затрат мы компенсировали нашим сельхозпредприятиям. Поэтому, говоря о краевом бюджете, наоборот, мы видим увеличение с каждым годом софинансирования и, в целом, суммы из краевого бюджета на поддержку отрасли. Поэтому такие же перспективы и на 2021 год. Владимир Николаевич, ну раз уж мы затронули тему садоводства и виноградарства, хотелось бы сюда тоже подключить. Расскажите, пожалуйста, как в целом этот непростой засушливый год, вот вы отчасти уже сказали про садоводов, что изменилось? Какая поддержка? Какая поддержка виноградарям нашим была оказана в 2020 и предусмотрена на 2021 год? Да, значит, по виноградарству на 100 миллионов рублей на поддержку эта сумма тоже выдерживается. Мы очень мощно поддерживаем. Наверное, так как поддерживается виноградарство под отраслью, у нас не поддерживается ни одно направление. Мы в пределах 70-80% компенсируем затрат на закладку новых виноградников. Мы компенсируем уходные работы. Поэтому целый комплекс поддержки. Плюс в этом году был принят закон о виноградарстве и виноделии, который подстегнул сегодня наших сельхознавропроизводителей на закладку новых виноградников. Потому что сегодня есть условия и требования по производству вина из нашего материала, который производится в регионах. Поэтому направление очень перспективное. Поддерживается мощность федерального центра, ну и, соответственно, из краевого бюджета тоже. У нас сегодня площадь виноградников 5,9 тысяч гектаров. Мы получили 45 тысяч тонн винограда. Это больше на 8% прошлого года. Поэтому виноград – это одно из направлений, из немногих направлений, которое дало небольшой плюс в целом по отрасли. По садам все намного хуже. Я уже сказал, что у нас из-за заморозка мы потеряли 50% урожая. У нас 11 тысяч гектаров садов. Ежегодно мы закладываем до 600 гектаров. Неплохая динамика. Опять же, по решению губернатора, мы в этом году в два раза увеличили поддержку на закладку садов. Мы сегодня более полумиллиарда выплатили нашим аграриям и компенсировали затраты на закладку виноградников и со шпалерой, и с сеткой. То есть это высокотехнологичные сады, суперинтенсивные сады. Мы компенсировали в пределах 40%. Тоже великолепная поддержка и хороший задел на следующий год. И губернаторам ставится задача о том, чтобы мы вот эти меры, этот уровень поддержки его сохраняли. Потому что, ну чего греха таит. Иногда у нас бывает такое, мы в один год определили одну меру поддержки, потом ее перекроили или в сторону уменьшения, или в сторону увеличения. Поэтому губернаторам ставится задача о стабильности по направлениям поддержки. Краткосрочно это три года, долгосрочно на 5-7 лет программы, которые будут работать. Владимир Николаевич, ну насколько мне известно, когда открывались первые суперинтенсивные сады, была хорошая финансовая, грамотная, построенная поддержка тем, кто за это дело непростое, подчеркну, брался. Скажите, пожалуйста, как вот в этом году и в следующем, кто решит заниматься этим делом впервые? Кто еще этим не занимался, но очень хочет? Да может ли он рассчитывать на поддержку краевых властей в этом деле? Наоборот, мы сегодня стимулируем. У нас даже есть программа «Агростартап», которая позволяет начинающему предпринимателю, то есть вы сами понимаете смысл названия, да, то есть мы на старте начинаем поддерживать. Нет, и в садоводстве, ну у нас нет никаких ограничений в этой части. То есть, пожалуйста, есть желание, давайте заниматься, давайте вместе работать, поддерживать и добиваться результатов. Спасибо большое, но скажите, пожалуйста, как чувствуют себя сегодня озимые? Да, из двух миллионов гектаров у нас взошло, мы получили всходы на 40% площади. По остальным, в основные массивы мы ждем всходов. Температуры немножечко нам не позволяют получить. Вот влага уже есть, у нас есть проросток, но вот еще на 60% мы всходов не видим. Тем не менее, считая, что ситуация под контролем, мы наконец-то дождались осадков, которые позволят нам получить стопроцентные всходы при условии средних температур. А что говорят синоптики? Я думаю, что вы с ними держите очень тесную связь при учете всего года. Ну, синоптики, да, синоптики говорят, и мы надеемся на то, что у нас будут неплохие осадки, и нам нужны хорошие осадки и мягкая зима, для того, чтобы у нас все было хорошо. Поэтому рассчитываем на вот такой прогноз. Ну да, при учете того, какая была зима в прошлом году, мы тоже будем надеяться на то, что зима будет не похожа на слово суровое. Скажите, пожалуйста, вот одной из приоритетных отраслей является животноводство. Есть чем нам гордиться, что касается 2020 года? А вы знаете, у нас в целом ситуация начала меняться в животноводстве. Мы вот как-то растение оствия у нас развивалось и развивается семимильными шагами. Мы, я мог сказать так, наверное, на уровне мировой культуры производства занимаемся в растение оствии, внедряемся в новейшие технологии. Вот животноводство, оно отставало у нас здорово. В этом году мы видим перелом. У нас серьезные проекты пошли по молоку, у нас мясо баранина. Есть серьезный проект, мы неоднократно уже декларировали его и говорили о нем. У нас сегодня по говядине ряд серьезных проектов идет. Поэтому животноводство – это такая очень мощная точка роста на аграрной карте Ставрополя. Опять же о мерах поддержки. То есть основным вектором определения развития является мера государственной поддержки. Вот смотрите, по молочному животноводству мы компенсируем сегодня 70% от затрат на приобретение нетелей. Это великолепная поддержка, которую уже в течение трех лет мы выдержим. Это все стимулирует приобретение поголовья. Вот в этом году мы субсидировали 3000 голов. На следующий год мы планируем субсидировать около 4000 голов. Общее поголовье у нас 110 тысяч дойное стадо. Поэтому 60% из них – это как раз сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому есть хорошие перспективы животноводства. Сегодня конъюнктура рынка неплохо складывается. Мы сегодня впервые, наверное, за многие годы видим хорошую экономику в молоке. У нас сегодня средняя себестоимость – 20-23 рубля литра молока. Цена реализации с учетом наших жиров – это 30, 32, 33, 35. У некоторых до 40 рублей в зачете нам получается. Поэтому нужно заниматься, нужно активно внедрять технологии, новые технологии в кормлении, в содержании, в уходе животных. И все будет получаться. Поэтому здесь есть хороший потенциал. Владимир Николаевич, вы оговорились по поводу крупных серьезных проектов, что их несколько. Что-то по говядине, что-то по свинине и так далее. Скажите, пожалуйста, пару ярких, интересных примеров. Вот смотрите, у нас на сегодняшний день реализована Надеждинский козий комплекс ферма. На полторы тысячи голов коз. Это первая высокотехнологичная козья ферма в нашей стране. Сегодня инвесторам принято решение, мы буквально провели сегодня совещание и с главами администрации нескольких районов, и совместно с инвестором. Принято решение об инвестициях в размере 500 миллионов рублей на строительство буйволиной фермы. То есть мы первой в стране, будем регионом, который построит буйволинную ферму. И мы первые получим литр молока в нашей стране, этого замечательного молока, стоимость которого сегодня доходит до 250 рублей. Поэтому вот вам, пожалуйста, яркие примеры. И таких примеров масса. Возьмите ферму по производству улиток, да? Да, да, да. Поэтому возьмите оленью ферму, в прошлом году она реализовалась. Когда-то кто-то мог говорить о том, что мы в Ставрополе, мы будем заниматься производством фан. Но этого же вы даже не могли представить. Сегодня проект работает, мы уже заплеменяем оленью ферму. Поэтому все здорово. Край сегодня великолепно позиционируется вот такими яркими, мощными, интересными и с экономической точки зрения, и в любых направлениях интересными проектами. Это здорово. И здесь, я думаю, что у нас все будет хорошо в этой части. Владимир Николаевич, а кто-то уже интересуется насчет буйволиной фермы, молока? Я не знаю, это внутренние какие-то наши партнеры или даже внешние партнеры? На кого мы будем работать? Это Россия или за рубеж? Мы будем работать на рынок, в широком смысле этого слова. На рынок, на котором нет, еще раз повторяюсь, ни одного литра молока не производится в Российской Федерации этого продукта. А спрос огромный. Мы все сегодня импортируем, все импортное у нас. Поэтому здесь возьмите сыры, бурата направления, еще там производство разной переработки. Это очень интересно. Оно же великолепного качества продукты. Ну вот, кстати, что Край экспортирует на сегодняшний день? Расскажите об этом. Да, у нас общий объем экспорта по этому году будет в пределах 350 миллионов долларов. Вы знаете, что программа увеличения реализации экспортного потенциала каждого субъекта нашей страны определена 204 указом президента Российской Федерации. На сегодняшний день эти направления экспорта также здорово поддерживаются. Общий объем 700 миллионов рублей. Из них, значит, 70 миллионов – это поддержка кооперации. И 630 миллионов – это поддержка малых форм и поддержка мелиорации. Как раз в рамках 204 указа. Поэтому мы торгуем. Основной долей в структуре экспорта является это зерно. Это в пределах 50% занимает зерно. Но у нас сегодня хороший потенциал. Мы являемся лидерами по экспорту мяса птицы. За рубеж – это компания «Ресурсы». Это основной экспортер в нашей стране. Есть точечные решения. Мы успешно торгуем продуктами переработки. Экспортируем их. Поэтому мясо в перспективе и баранина занимаемся экспортом. Поэтому стратегической задачей части экспорта является поиск новых рынков и выводить на эти рынки не только сырье, но и продукты нашей переработки. То есть это тоже такая стратегическая задача на долгосрочную перспективу – поднимать нашу переработку. Какие рынки предусматриваются в 2021 году и какие новые рынки мы открыли для себя в году нынешнем? Я могу сказать, что мы активно работаем с Китаем. На странах постсоветского пространства, скажем так, очень активно работаем. Поэтому традиционные наши рынки – это Изябаджан, Египет. Поэтому есть традиционные наши партнеры, есть рынки, на которые выходим в течение года. Спасибо. Но вот в ближайшие годы каким образом будет развиваться мелиорация? Давайте поговорим по этому поводу. Я говорил о том, что у нас такой мощной точкой роста на аграрной карте Ставрополье является животноводство. Но говоря о мелиорации, то губернатором мелиорации, программа мелиорации, развития мелиоративного комплекса на территории края, определено как абсолютный драйвер в развитии и растеневодства, и затем растеневодство потаскивает за собой и животноводство. Поэтому самые амбициозные задачи стоят по развитию нашего мелиоративного комплекса и увеличению площадей мелиорируемых земель. Губернаторам поставлена амбициозная задача перед отраслью – это в 100 тысяч гектаров до 2024 года. Мы делаем все для того, чтобы с этой задачей справиться. Ежегодно мы вводим, вот смотрите, в прошлом году мы ввели 7,5 тысяч гектаров, в этом году 8 тысяч гектаров вводим, на следующий год вводим 12 тысяч гектаров мелиорируемых земель. Это очень здорово. Мы столкнулись в этом году здесь с прецедентным фактом маловодия. Уже в апреле месяце из-за отсутствия снега в горах мы наблюдали реальный дефицит воды в наших каналах, в наших реках и, соответственно, в наших растительных системах. Поэтому очень важно сегодня, наряду с введением новых площадей по орошению, важно сегодня заниматься инфраструктурными объектами, восстанавливать наши крупные водохранилища, проводить в порядок сети, которые у нас 3,5 тысячи сетей, каналов по краю. И сегодня в рамках программы развития водохозяйственного комплекса мы тоже видим неплохое финансирование. Уже второй год, в прошлом году мы вложили из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей. В этом году в пределах 2 миллиардов рублей вкладывается. И до 2024 года, и также у нас есть расчеты до 2030 года с федеральным министерством. Мы планируем вложить в развитие именно инфраструктурных объектов в пределах 11 миллиардов рублей. Это такая серьезная сумма, потому что за время строительства канала мы толком им не занимались. Вот 50 лет уже, как работают наши сети, мы толком не реконструировали их и не занимались капитальным ремонтом. Поэтому планы серьезные и также амбициозные. Еще раз говорю, что самая серьезная точка здесь роста будет. Владимир Николаевич, последний вопрос у меня остался, но не по важности. Как преображается облик села в рамках реализации госпрограммы, которая называется «Комплексное развитие сельских территорий». Давайте об этом. Да, Край активно вступил в программу. Мы имеем финансирование предела уже в 2020 году. 2020-2021 год – миллиард рублей. И 2021-2022 год у нас уже отобраны проекты тоже на 1 миллиард рублей. Поэтому, как говорит наш губернатор, что мы в Ставрополе имеют историческую возможность изменить, реально изменить облик наших сел. Вы посмотрите, что сегодня происходит по федеральным, по краевым программам. У нас нет сегодня ни одной станицы, ни одного села, ни одного хутора и аула, где бы мы не начали заниматься строительством площадки, реконструкцией, строительством и капитальным ремонтом наших социальных объектов. Только по Министерству сельского хозяйства мы в этом году строим детский сад в Придгорном районе, Большой детский сад, строим детский сад в Александровском районе, Изобильненском районе, строим бассейн в Туркменском районе, капитально ремонтируем 4 дома культуры. Это только начало программы. Поэтому губернаторам также здесь приняты беспрецедентные меры. Из краевого бюджета выделено пределы по 492 миллиона рублей на подготовку проектов. Мы одних проектов в этом году подготовили на 11 миллиардов рублей. Одним словом могу сказать, что Край во всеоружии готов к участию в программе как развития сельских территорий, так и любой программе на федеральном уровне для реализации и улучшения, скажем так, сельского облика на наших территориях. Владимир Николаевич, давайте вот здесь поподробнее остановимся на самих объектах. Что это за объекты и каким образом вы выбираете или не вы, или это население само выбирает, какой объект им необходим? В плане голосования я имею в виду. Расскажите, пожалуйста, об этом. У нас голосования никакого нет по нашей программе. Значит, алгоритм следующий. Я уже сказал, что мы 492 миллиона рублей выделены на проектирование. То есть вот, допустим, я вам привожу пример. Район, любой район нашего края. Есть ряд проектов. Программа называется комплексное развитие сельских территорий. Что это подразумевает под собой? То есть мы не можем сделать только один дом культуры, допустим, в районе, а в другом районе бассейн сделать. То есть нужен комплекс. То есть в одном селе мы строим сегодня детский сад. Мы здесь же должны заниматься капитальным ремонтом школы. И здесь же должны купить машину для медицинской помощи, скорой помощи. И тогда, получается, выдерживается комплексность. Для того, чтобы не было таких точных решений, а был комплексный подход к благоустройству наших сел. Затем этот пакет формируется. И Министерство сельскохозяйства Российской Федерации проводит отбор проектов. Ну вот у нас, нам сегодня везет. Мы практически все проекты у нас попадают. И на 2020 год, и на 2021. Ну вот, а эти точки определяет муниципалитет, правильно я понимаю? Или какая-то специальная комиссия? Как здесь действует? Работают главы администрации на местах. Работают начальники территориальных отделов. Работает актив села. Сегодня активно работает партия «Единая Россия». На мнение партийцев мы опираемся всегда. Поэтому вот такой, скажем так, все участники этого процесса. Спасибо большое. Но нам осталось только пожелать что-то от вас, пожелания к Новому году. Причуте того, что итоги подведены. И у нас впереди 2021 год. Поэтому, пожалуйста, что пожелаете аграриям в том числе? Но я понимаю, что хочется для начала хорошей погоды. Я могу сказать, что, во-первых, хочу поблагодарить всех аграриев за результаты этого года. Уже как-то я высказывался о том, что аграрии имеют несгибаемый характер. Поэтому огромные слова благодарности. Низкий поклон всем, кто работал на земле, на фермах. И, конечно же, в преддверии Нового года хочу пожелать всем нам хорошей погоды, хорошего здоровья и хороших результатов. Спасибо. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за участие в прямом эфире. А я напомню нашим телезрителям о том, что Владимир Ситников, министр сельского хозяйства, был скайп-гостем прямого эфира. В студии была Марина Мацарская. Не переключайтесь и смотрите свое ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова